Динамо 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 И Вербовым, и Павел Абрамов среди доигровщиков, наверное, едва ли не одним из самых стабильных приемов обладает. Так что все логично, все объяснимо. Динамовцы кропотливо будут искать свой шанс использовать какие-то ошибки, которые наверняка будут. Но если они так будут четко выполнять установку, рано или поздно и Роман Данилов ошибаться тоже начнет. Пока он справляется. Щербинин, и вновь в Данилову мяч летит, и вы видите, что уже сложности. Правда, подача была хороша, но Данилову надо отыгрываться в атаке. Он, собственно, сам будет себя вот такой игрой в приеме невольно загонять на тройной блок. И ни в коем случае я не хочу сказать, что он сыграл в приеме неудачно. Нет, наверное, он сделал то, что должен был сделать. Подача действительно была хорошая. Но вот та нагрузка, которая на него свалится, она, конечно, будет весьма серьезной. И как он с ней справится? Вот один из ключей, может быть, к сегодняшнему матчу, по крайней мере, в том вот его отрезке, пока Роман Данилов будет в стартовом составе. Сейчас мы им блестяще, он играет в защите. Динамцы еще одну атаку готовят. Шопс едва не поднял сложный мяч. Да, не удалось Ленцовской команде сейчас оставить его в игре, но... Вот такая защита, она, конечно, может помочь команде поймать кураж. Какой-то малости не хватает. Если один-два мяча таких поднять, ситуация может поменяться. И вновь Данилова подача, вновь хорош он. Чтобы не очень удобно было атаковать этот мяч, он пытался все-таки его выиграть. Это вряд ли был от игрыша от блока. Здесь четко сработала подстраховка Динцовской команды. Там и Депестель понимал, что передача не столь хороша, чтобы ждать уверенной атаки от нападающего. И Вермов был поблизости. В тот самый момент подняли, подстраховали и прекрасно в атаке реализовали свой момент. Более близко из Одинцова. Нам показывают другой эпизод, не менее красивый. А вот, наверное, вот эта другая атака, тоже из второй зоны. 8-7. Борьба за инициативу пока продолжается и трудно кому-то отдать предпочтение. Что может быть у Искры? И, конечно же, тоже есть задача усложнить подачу. Особенно в тех расстановках, когда на передней линии будет Денис Калинин. Таким вот условным, возможным слабым местом в составе Динамо его, наверное, можно рассматривать. Потому что первые два матча этой серии Денису не очень удались, что касается игры в атаке. И в обеих поединках пробовал Юрий Чередникова менять. Выпускал молодого Александра Маркина. И по большому счету такое усиление в этом не нашел. Калинин возвращался на площадку. Но волейболисты Искры в те моменты, когда он атаковал, имели контр-шансы почти постоянно. Небольшой процент в атаке совсем у Калинина. Ну, в первом матче просто, скажем так, удручающе. Одну атаку из 13 он реализовал, если верить официальной статистике. Во втором матче было получше, но 25% тоже не те цифры. Вот сейчас Калинин был на подаче, подача у него не получилась. Это так, какие-то зарубки на будущее. Пока еще эти слабости не обнаружены, о которых я говорил ни у тех, ни у других. Команды будут стараться, естественно, это делать. Ну, а если, допустим, прием будет сложный, то меньше вариантов останется на связу. Еще почему я рассказывал, как можно использовать это. Сложнее будет диагональному Николаю Павлову. Ему больше сложных мячей придется играть. И хотя Павлов к концу сезона свою вот ту привычную для нас великолепную форму набрал. И, наверное, успехи динамовцев последние с ним связаны в самой определенной степени. Тем не менее, тоже все время работает на групповом блоке под серьезной нагрузкой. Это испытание. Ну, а Роман Данилов мы видим пока одной из главных действующих лиц в этом матче. Причем со знаком плюс. Пока выглядит очень-очень здорово. Абрамов. Неплохая планирующая подача. Вереш не купился на первый темп. Сейчас Алексей Кулешов успел подняться на Вереша. А может быть и изначально намеревался с ним пойти играть. Не поверил, что Щербинин получит мяч вот такой с низкой, что ли, траекторией. И оказался прав. Вереша зацепили. И контр-шанс искренне использовал. И впервые в этом матче повела два очка. 11-9. Хорошая атака есть. Причем подключение с позиции диагонально Павла Абрамова явно было не самым ожидаемым развитием в этой ситуации. Но ее был шот в четвертой зоне. Ситуация развивалась быстро. Разменяться на свою привычную позицию он. Да нет, Шобс-то в третьей зоне сейчас. Вот это интересный был момент. Почему же Шобс не оказался там, где обычно нападает. Честно говоря, я не уследил. А может быть тут какая-то и задумка Роберто Сантили присутствовала. Это надо весь эпизод рассматривать целиком. Тогда что-то становится понятно. Поскольку Абрамов подает, как вы понимаете, то в четвертой зоне должен быть его коллега Папуа. Да игровщик стало быть Роман Данилов. Возможно, Шобс просто играл в защите в том эпизоде. Я так уже прокручиваю в уме. Пожалуй, что так. Просто не могло его быть во второй зоне. А вот то, что там оказывается Абрамов, это явно для динамусов откровением явилось. Но сейчас все проще для них. Чуть полегче справились с подачей. Первый темп в исполнении Алексея Кулешова с хорошей высоты. Все уверенно. В исполнении Щерпинина через Кулешова, конечно же. Кулешов как раз не успел разгадать замысел динамусов в этой ситуации. Ответ от Алик. От Кулешова не менее убедительно. Столь же надежно и тоже без каких-либо шансов для обороняющейся команды. Ну, раз вы поняли уже, что раз Искра начинала эту серию дома, то выше она была по итогам регулярного чемпионата. И вот если я и говорил, что все предсказуемо фавориты выигрывают, в этом, наверное, исключение все-таки было. Ну, вот не знаю, как-то по ощущениям все равно казалось, что динамовская команда будет в этой паре фаворитом. Больно уж хороший ход москвичи набрали к концу сезона. И это, прежде всего, позволяло нам судить по игре на Евроарене. У Искры были такие серьезные перерывы между игровыми днями. И совсем уже мало было серьезных матчей. Так уж сложился для них календарь конца регулярного сезона и первый раунд полу-офф, что все легко и просто давалось команде Заденцова. Вот такие сплошные победы 3-0. Но при этом трудно было с чем-то сравнивать. Вот, казалось, будут проблемы, все может быть по-другому. Так оно и случилось. А динамовцы напротив. Очень много сложных поединков за это время провели, где надо было проявлять характер, биться. И экстра-сеты там были. И пятые партии, которые все решали. И с честью москвичи из этих вот ситуаций выходили. Так что, исходя из этого, наверное, они все-таки смотрелись чуть-чуть предпочтительнее перед этой серией. По крайней мере, по моему субъективному мнению. И, в общем-то, в какой-то степени, а может быть даже изначально, это получило подтверждение в результате. В первых двух матчей хороша подача сейчас у Шопса. Но и у Искры будет шанс вот сделать уже задел на эту партию. Но не получается у Шопса атака с диагонали. И ответ Динамо. Пайп чуть-чуть, может быть, низковато. Тут даже не то, что Вериш не успел. Вериш-то как раз не успел. Но второй раз успел подняться Моссов. Что важнее было в этой ситуации. Здорово сейчас Верба в защите. Калинин. Вот он старается не проигрывать. Павлов отчаянный риск. Какой красивый момент. Данилов. Блокаут. Блокаут. 15-12. Очень красивый розыгрыш раз. Но и очень важный розыгрыш два. И, наверное, вот это два даже сейчас перевешивает. Красота красотой. Мы всегда ей только рады. Ну вот, с точки зрения борьбы за результат, мы видим, что команды, команды практически не проваливаются в этой партии. Поэтому вот такой по крупицам собранный отрыв дорогого стоит. Шопс. Ошибается на подачи. Чуть-чуть отжался. Вот не стал рисковать. Захотелось надежности. Наверное, в этой игре все-таки надо рисковать. Тем более, когда у тебя есть преимущество в счете и право на ошибку. Чуть-чуть у тебя побольше. Чирбинер. И вновь в Данилова летит мяч. Роман справляется. Но атаковать приходится на тройном блоке. И ответ динамовцев великолепный. Николай Павлов. Вот тоже момент, который вправе Шопс опять же прокрутить в голове. Вот отжал он чуть-чуть подачу. Упростил динамовцам жизнь. А те рискуют. Те рискуют. И разрыв сокращается до минимума. 15-14. И вновь четко так выцеливает Чирбинин Данилова. Шопс. Наверное, чуть близко к антенне эта передача была для Пистеля. У него не было никаких вариантов. Калинин отыгрывается от блока. Вот Денис Калинин только хотел сказать. Делает то, что необходимо, когда не может выиграть. Сейчас пытался блок-аут сыграть. Попал в антенну. 16-14. Ну, а я, наверное, прекрасный повтор, который нам четко эта ситуация. Я, наверное, должен сказать об одном. Ну, можно его назвать даже нововведение. Пусть некоторой натяжкой. Работает на этом матче аппаратура, которая позволяет отслеживать все четыре линии. Отслеживать вот как раз проекцию антенны. И есть у команд право в спорных ситуациях обращаться. Так, как тут поописано в таком небольшом положении относительно этого судейской конференции. Так ее решили назвать. Ну, по сути, она состоит из инспектора, который сидит за столиком, где есть эта аппаратура. И второго судей. Давайте немножко так, как у нас это будет применяться пока. Один просмотр разрешается за партию капитану попросить каждой из команд. Но если по его запросу ситуация в пользу его команды решится, вот, пожалуйста, нам как раз показывают одну из этих камер. Это не все оборудование. Это всего лишь одна камера, которая расположена вот как раз по линиям. И если капитан окажется прав, и решение будет принято в пользу его команды, это обращение за ним в этой партии сохраняется. Ну, вот пока мы видели, без этого обходится. Ну, понимаете, да, цена каждой ошибки очень велика. Ну, вот момент близкий к спорному. Но сейчас все-таки аут, наверное, был, да? Андрей Зинович улыбается. Не успел я представить арбитров. Андрей Зинович, конечно же, один из ведущих наших рефери. Мы его прекрасно знаем. Из Ростова-на-Дону помогает Евгений Макшанцев из Санкт-Петербурга. Так вот, по каким вопросам можно обращаться? Капитану команды. Все это четко прописано. Это место приземления мяча, естественно. Касание мячом антенны. Иногда оно бывает столь незначительным, что тоже, да, можно будет уточнить этот момент. Касание постороннего какого-то предмета, что совсем уже из области, наверное, теории по этой линии. И заступ на подачи. Такое тоже случается. Как правило, редко спорят с командой, которые такое подобное нарушение допускают. Ну, допустим, противная команда может ей показаться, да, что соперник заступил. Команда противника и может обратиться к арбитру. Ну, это вот так вот. Может, сам игрок будет не согласен с тем, что он наступил на площадку при подаче. Но, как правило, собственно, ноги и грохают в момент, как вы понимаете, видеть не должен, да. Тут больше на ощущениях все. Так что, если эта аппаратура в действии будет, будет какой-то момент, где судьи могут по справедливости все разрешить, а не только так по субъективному какому-то мнению того или иного арбитра. И это очень здорово. Вот в матчах, когда так много решается, очень важно иметь вот такую, что ли, защиту для игроков, для команд. Посмотрим, будет ли она востребованная. Ну, а Искра вновь очередной рывок пытается совершить. Динамовцы отчаянно бьются в защите, но, тем не менее, вот после технического перерыва, пока я о технических женовшествах рассказывал, чуть-чуть удалось гостям увеличить преимущество первой партии. 16-20. Динамовцы уступают пока, ну, а подает Искра. Здорово сейчас Кулешов с Дэвидом Ли отработал. Ну, тут понятно было, что атака первым тэпом вполне очевидна будет. И неудобно было просто связующему другого адреса-то искать. Кулешов там выждал момент. Правда, мяч остался у Динамосов. Уже Петер Вериш 21-й очко искренне и вольно принес своей атакой в аут. Все, кто болеет за Динамова, в аут. Тайм-аут берет Юрий Черепик. Второй тайм-аут. Ну, вот не знаю, как это дальше будет проявляться. Все-таки то, чего я опасался в начале поединка, сейчас присутствует. Немного динамовцам не хватает эмоций. В тот момент, как Искра, вы видите, насколько отчаянно команда действует во всех эпизодах. На задней линии, прежде всего. И какой-то, наверное, преимущество из этого извлекает уже сейчас. Хотя обольщаться тоже рановато подмосковным игрокам. Я обращаюсь ко второму матчу этих команд. Там первый сет Искра выиграл со счетом 25-14. После чего следующую партию проиграла. И все решалось в пятом сете. Сложно сейчас было для Павла. Ну, практически в проекции антенны для него уже была эта передача. Удивительно уже то, что он в площадку вывернул этот мяч. Но выиграть его было, по сути, невозможно. От блока просто некуда было уходить. В итоге Искра получила еще одну атаку. И вновь четко ее реализовала. Веришь? Вот почти все, что динамовским игрокам четвертой зоны пока приходится играть. Они играют на двойном или тройном блоке. И это очень сложно. Павлова чуть повальгоднее ситуация. Быстро он играет за головой. И быстро туда мяч Гранкин доставляет. Ну, там и покороче траектории, как вы видите. А вот с одним-то блоком Павлов разберется. Павел Круглов появляется вместо... Честно говоря, не успел. Дэвида Ли, по-моему, он заменил. Да, так оно и есть. Павел Круглов, который становится специалистом выхода на подачу. Всегда он умел это здорово делать. Но вот после блистательного Кубка мира просто уже стал известен этим. А еще так же здорово у него все это получилось в первом финальном матче в Польше, в Зешуе. Там тоже очень классно в пятой партии на подачу он попал. Подавал очень хорошую усилию. Но вот пока в этом матче конкретно не получилось что-либо изменить. 23-17 и Павел Абрамов. Вроде бы принес уже очко своей команде. Но вот растерялся Роман Данилов. Честно говоря, надо посмотреть. Может быть там сетку мяч чуть-чуть зацепил. И для Данилова вот это изменение траектории стало непонятным. Ну давайте посмотрим. Да нет, мяч сетки не касался. В последний момент понял он, что летит ваут. Может быть кто-то подсказал, решил убрать руки и не успел. Двойное касание. Так выглядела его ошибка с точки зрения орбита. Там действительно мяч в руках застрял. Ну а мы отметим то, что не подействовало это на искру абсолютно. Но потеряли очко, забыли и продолжают играть. Это очень хороший признак для болельщиков этой команды. И вновь, вновь увидите. Неудачно доставляется мяч Павлову. Вот здесь уже перемудрил Депестель. Совсем коротко сыграл над головой. И кого он хотел там обмануть. Блокирующие, собственно, там стояли. Обратите внимание, даже перемещаться, по сути, не пришлось. Веришь, что он просто правильно занес руки на сторону соперника. И выиграл легко мяч за своей командой. А мяч, по сути, на трос пасовался. К тому ходить некуда было абсолютно. Йохан и Шопсов. Вот это все получше. И амплитуда хороша. И тэп атаки прекрасно. Так сказать, извояли сейчас волейболисты Одинцова 1-0. Первая партия осталась за ними. 1-0. Искра впереди в матче со столичным Динамо. В третьем матче полуфинала чемпионата России. Так что команда Одинцова настроена продлить нам удовольствие. Созерцание хорошего волейбола. Хотя, конечно, для болельщиков Динамо это удовольствие будет такое достаточно своеобразное. Да, конечно же, всегда хочется победы своей команды. Тем более, что Динамо в последнее время к этому начинает приучать. Посмотрел, вы знаете, я между сетами статистического Романа Данилова. В первых двух матчах не случайно. Потому что для меня, наверное, Данилов фигура номер один в первом сете. Не возьмусь сказать, сколько точно очков он набрал. Но не в этом даже дело. Все четко, все по уму. Выдержал прием. На высоких мячах очень здорово отработал. И я считаю, что вот один из ключей победы из Одинцовской команды. Хотя уже, как говорилось выше, Динамо со столицей здесь смогли как раз слабость поискать. Но Данилов в этой серии заслужил, получается, место на площадке. В первом матче он лишь играл в одной партии. В третьей пять очков заработал. Такие средние достаточно показатели. А вот второй матч сыграл здорово. Двадцать очков набрал. При том, что появился только в третьем сете на площадке. Пятьдесят восемь процентов нападений выдал. Похуже, конечно, у него дела было в приеме. И там ошибки случались. Но зато Уд в атаке сыграл здорово. Двадцать очков успел набрать за три партии. Так что здесь, наверное, понятно, да, почему выбор Сантилли в стартовом составе. Как раз Передонову он заменил, у которого игра не получилась. И получается так, что заменил в такой степени убедительности, что у наставника команды вариантов никаких не осталось сегодня. Если следовать, ну, простой человеческой логике. У тренеров-то мог быть особое изображение, как вы понимаете. Ну, а для нас, обыватели, очевидно, да, что игрок заслужил место, он должен играть. Классно сейчас разобрался. Дмитрий Щербинин, причем все ждали сильной атаки. То есть, что он сработает кистью, и уж там-то Кулешов рассчитывал до него дотянуться. Давайте посмотрим. И поверх блока такой толчок, незасещённое место. Всё по правилам, естественно, при этом. Первую зону, откуда как раз связующий ушёл. То есть, всё продумано, всё взвешено было сейчас в исполнении Дмитрия Щербинина. Очень красивый эпизод. Ну, ещё хотелось бы вот добавить пару словечек к системе просмотра, которую я говорил в первой партии. Просто, ну, не успел я всё рассказать. Настолько интересно и красиво вот в тот момент было всё то, что мы наблюдали. И, соответственно, варюболистов я сказал с договорками дебют этой системы, потому что он был опробован уже на одном матче в Казани. Как раз в полуфинальной серии в такой же «Зенит-Локомотив» в Новосибирск. Вот, кстати, у «Динамовцев» появился Маркин. Заменил он Дениса Калинина. Ну, замена, которой каждый матч происходит, пытается всё-таки Юрий Чередик найти необходимый баланс у этих игроков между атакой и приёмом. Маркин, наверное, с Борей такой, что ли, не скажу, что сбалансированный игрок. У него меньше разброс между приёмом и атакой. И Калинин получше принимает, атакует заметно хуже. У Маркина, может быть, чуть-чуть похуже приём, чем у Калинина, зато получше нападение. То есть более, что ли, сбалансированная игра. Вопрос уровня, да, этой игры. И вот через дни каждый матч, по-моему, хочет убедиться, способен ли Маркин сегодня помочь. Когда-то получается, когда-то нет. Но вот я говорю, что есть такая слабость у «Динамовцев», которая может определённо проблемы им доставить в любом матче. Так вот, в Казани это было опробовано. Возвращаемся к системе просмотра. Вроде бы, пару раз обращения были. И обращения результативные с точки зрения команды, которые обращались к арбитрам. То есть удавалось добиться более справедливого решения. Тут, кстати, понимаете, речь не о какой предвзятости не идёт. В волейболе всё так быстро происходит, что не всегда и человеческий глаз может объективно оценить ту или другую ситуацию. Помним мы несколько сложных, спорных моментов в концовке прошлого сезона, которые серьёзно повлияли на результат не только отдельных игр, но и всего чемпионата. Потом уже об этом говорилось. И вот, чтобы избежать, эта система введена. Пока мы её сегодня в действии не видели. Ну тут, знаете, может быть ещё и психологический эффект определённый работать. Я не к тому, что спорные моменты были, кто-то на них не реагирует. Нет, просто даже само наличие камер таких, они, в общем-то, в какой-то степени успокаивают. В волейболистов лишний раз спорить с судьёй, когда ты не твёрдо в этом уверен, может быть, и не станешь. Кому-то даёт уверенность в том, что не будет предвзятости. Кто-то вот может действительно быть спокоен, видит даже просто камеры. Первый технический тайм-аут. 8-5 впереди Динамо. Динамо. 8-5. Москвичи выигрывают и подают. И, в общем-то, можно сказать, что немножко развернули они ситуацию в свою сторону. Но мы видели, это есть Гранкина перед техническим таймаутом. Ну и еще какие-то мелочи, которые пока у москвичей получаются лучше. О переломе окончательном говорить не приходится. Хотя бы потому, что вы видите, что Йохан Шопс в полном порядке. По линии переводят классно. В нарезке, которую мы показывали, мы видели, как он классный. Из четвертой зоны по линии атаковал. Вот сейчас из своей второй рабочей зоны. Также уверенно в линию мяч переводит. Причем его ни капли не смущает, что там Либера находится. И это даже не удар, а накатнул. То есть, по идее, игрок должен держать в уме, что Либера такой мяч способен поднять. Но такая степень уверенности была сейчас у Шопса, что, в общем-то, действительно шансов было немного. Тут же ошибка Моссова на подаче. Для динамовцев это подспорье. 9-6. Им сейчас этот разрыв очень важно поддержать какое-то время. В идеале увеличить. Заставить искру дергаться, другими словами говоря. Но пока мы видим, что Одинцовская команда достаточно солидно и серьезно смотрится, если брать весь сыгранный отрезок. Первый с этой едет часть второго. Никаких провалов. Честно говоря, даже не вспомню максимально сколько очков подряд команда из Одинцова проигрывала. По-моему, не больше двух. И это позволяет им достаточно уверенно себя чувствовать. Павлов хорош действительно набрал форму к концу сезона. И настоящей головной болью является для соперников. 22 очка в прошлом матче. Первый, когда все обошлось с тремя партиями, там поменьше. Был у Павлова 13 очков. А сейчас он на блоке отличается. Йохана Шопса закрывает вместе с Щербининым. Кого-то мяч попал. Нет, Щербинин, естественно. Это очко на свой счет запишет. Но Павла все сделал правильно. Потому-то блок и называется групповой. И что от обоих игроков зависит результат этого блока. Не только от того, в чьи руки мяч попадает. Недаром во многих чемпионатах принята система статистическая. Ну, в частности, в Греции такое имеется. Когда результативный блок делится на количество игроков в нем участвующих. То есть, вот если тройной блок, то игроки получают по 0.33 блока на свой лицевой счет. И там какие-то цифры по итогам матча. Там 9,16 очка. Вполне смотрится естественно в результативности игроков. Вот из-за того, что блок делится таким образом. Что-то в этом, знаете, справедливое есть. Момент, когда блокирует человек один в один. Тут вопросов нет. Он и очко полноценное получает. Замена пока у Искры. Лесик выходит вместо Депистеля. Вы знаете, Депистель не смотрелся сильным звеном и выигранной партии. Вот в несколько передач мы обращали внимание. Для шоб сложности представляли. Здесь, не знаю, в Депистеле ли дело, что Искра начала этого сета провалила. Много, наверное, моментов. А теперь уже можно говорить, что и провалила. Потому что вот та самая серийность в проблемах, которой не было, вот сейчас и обнаруживается. Слабости в приеме Данилова наконец-то проявились. Видели мы, что он не справился с приемом. И уже, может быть, и как следствие, в конце концов, в этой доигровке неудачен был в атаке возвращается Алексей Спиридонов. Тут надо и партию как-то пытаться спасти. Надо немножко и рисунок поменять. Новый связующий, новый игрок в атаке. Может быть, что-то получится. Пока не получается ничего. Йоханцов в четвертой зоне застрял надолго. Не удается ему там пройти. Ограничен здесь, наверное, выбор нападающих. Но вот, может быть, самое время вспомнить Лисику, что Абрамов очень здорово и неожиданно со второй зоны. Подключался именно с задней линии по ходу первой партии. Тот момент мы разбирали и тот момент был неожиданно для столичного «Динамо». Понятно, что второй раз уже такой стопроцентной неожиданности здесь добиться будет непросто. Тем не менее, варианты какие-то искать надо. Встречаем и поддерживаем наши все вместе «Динамо»цы. 14-7 и вот так и подмывает. Применить штаб на ровном месте. Вроде бы все это произошло. Но это слишком просто было бы, согласитесь. «Динамо»цы здорово действуют на блоке сейчас. Лиз затрудняет подачи. Он нагрузил удачно Данилова. Он продолжает делать то же самое. Нагружает появившегося Спиридонова. А шоб стучится в блок «Динамо». Раз за разом. Лесик так и хочется узнать, зачем он выходил. Потому что ничего он абсолютно не изменил. Тем самым... А «Искры» выпускает Станислава Денейкина. Может быть, даже для того, чтобы вот эту одну единственную расстановку пройти. Но если Денейкину удастся, то, наверное, он получит свой шанс в сегодняшнем матче. Но этого шанса еще надо добиться. Вот подключение Абрамова. Правда, он сейчас на передней линии. И не надо было за трехметровую пасовать. А «Динамовцы» все четко разобрали. Все четко знают. Такое ощущение, что Юрий Чередник во время перерыва предупредил. Смотрите, сейчас будут искать передачи Абрамова. Им просто делать больше нечего. Так оно и получилось. Сколько? Семь очков подряд. Семь очков подряд и 16-7 пользу «Динамо». 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 Сложно будет спасать этот сет команды из «Динцова». 16-7. Совсем уж много. Получается сейчас преимущество у столичного «Динамо». Ли вновь выцеливает Спиридонова. На себе раздоводка хороша. И настолько хороша, что первый темп смогли наконец-то подключить гости. И Алексея Кулешова ждали. Опять же, «Динамо» сейчас очень четко, прежде всего, тактически играет на блоге. Посмотрите. Двоем поднимались, чуть-чуть запоздали. А чуть-чуть в случае Кулешова. Это атака с максимально возможной высоты. Там надо очутиться с ним одновременно. Если вообще возможно, там очутиться по высоте, чтобы его закрыть. Сделать это не удалось. В случае с Щербининым все проще только теоретически. А здесь как раз скорость атаки очень хорошая. Да еще два блока там не было. Прыгал Денекин, но прыгал в стороне. Даже на этом плане видно, что там было определенное расстояние от Алексея Кулешова. Павла Абрамова заменяет Данила. Сергей Бурцев, прошу прощения. В какой-то степени, наверное, это белый флаг в этой партии. И вряд ли там сейчас какие-то сверх претензии можно к Павлу Абрамову предъявить. Здесь, скорее всего, ему дают просто, во-первых, отдохнуть. Во-вторых, избавить от необходимости испить чашу вот эту горькую в этой партии до дна. Потому что динамовцы уже не отпустят. Динамовцы вцепились. И не удивлюсь, если этот разрыв будет только увеличиваться. Поскольку очень уверенно сейчас подопечный Юрий Чередника себя чувствует. И вновь первый темп, пока выручает Одинцовскую команду. Но вот Лисику удалось все-таки найти вариант. Для этого, конечно же, необходим прием. Он его наконец-то получил. И Кулешов четко работает. Чуть-чуть не доходит, не успевает Щербини. Но и уже ловить нечего здесь по большому счету. Так, немножко сейчас Гранкин перебрал, наверное, со скоростью последних двух атак. Потому что больше было неудобств для нападающих, чем для блокирующих соперников. А вот эта третья передача была хороша. И Маркин от блока выигрывает. Ну, коль уж с его появлением такое преимущество у динамо образовалось, надо, наверное, отметить и замену Юрия Чередника. А пока она выглядит вполне удачно. Не сказать, что Маркина мы все время в центре внимания видим. Нет, да, наверное, и необходимости в этом нет у динамовцев. Он свое дело делает. Четко работает на гру, на блоке, где надо. Ну, собственно, когда он был на передней линии, вот это основное преимущество было добыто, получается, так, арифметически. Динейкин остается он на задней линии. То есть и основную диагональную свою пару. Роберто Сантили на скамейку усадил по меньшей мере до конца этого сета. Так, по ощущениям. Уж как оно будет в следующей партии, там будем смотреть. Этот сет явно не затянется. К тому же у Искры. И рычагов затянуть-то его немного осталось. Сейчас оба перерыва использованы и 4 из 6 разрешенных замен тоже использованы. Ну, собственно, можно сделать какие-то две обратно. Вернуть двух из четырех игроков, которые были заменены в этой партии. По сути, от стартового состава-то сейчас остались только центральные блокирующие. Ничего не получается у команды из Одинцова. Можно и по-другому сказать. Все получается у динамовцев. Прежде всего на блоке, как букварь буквально заученный до мелочей. Они игру соперника сейчас читают. И новых букв там не находят, по большому счету. У нас только все понятно и объяснимо. Даже сейчас вот Денекин выигрывает. Тут же пытался что-то он с Верешем обсудить зачем-то. Но вы видите, что блок вовремя и по месту. Тут уже мастерство нападающего. Очень удачно в край попал. Там между блоком и антенной не такое большое расстояние. Туда Денекин мяч направлял. И первый темп за головой. Первый темп, причем в исполнении-то доигровщика. По сути, сейчас Петер Вереш сыграл взлет за головой. Не самая типичная для сегодняшнего волейбола комбинация. И замена Вереша на подачу меняет Круглов. Тут не надо ничего спасать, не надо ничего выигрывать. Здесь важно Круглову, чтобы он чувствовал ритм игры. И каждую партию выходил, будучи полностью готовым к этим выходам. А тут еще и польза пошла от его подачи. Не справляется с ней Спиридонов. Искра остановилась. Так, это в гневе стукнул мяч Вербов. Теоретически даже можно его и наказать было бы за это. Я думаю, он бы в данном случае не расстроился. Потому что надо как-то завести партнеров. Даже, может быть, таким вот способом в ущерб, что ли, результата. Ну, тут по этой партии результата ущерба не сильно сложно уже будет. Круглов ошибается. 23-13. Только после этой ошибки. Возвращается, естественно, Петер Вереш. Без одного из основных принимающих игра продолжится. Не должна. Лесик. Ошибается сейчас. У Динамовцев появился. Честно говоря, не успел обратить. Я не знаю, в какой момент центральный блокирующий Харитонов. Сейчас он не дебютирует. Он появлялся и по ходу пятой партии второго матча. Не дебютирует, я имею в виду, в такой высокой стадии плей-офф. А вот сейчас как раз заступ при выполнении подачи был у Константина Лесика. Но просмотра никто не просит в данном случае. Все было достаточно очевидно. Так что Харитонову тоже так подыгрывают. Вот он сейчас был на подаче. Подыгрывает Юрий Чередник. И, как знать, может быть, его помощь понадобится в какой-то момент. Алексей Остапенко вновь вроде бы в составе Динамо присутствует. Но какое его физическое состояние мы не знаем. Поэтому вот почему-то из обоймы такой обширной. Из четырех человек центральных блокирующих. Первого запасного использует именно Харитонова Юрий Чередник. Бурцев на подаче. Спокойно, верю, с ней справляется. Павлов удается на Сирасову прихватить Спиридонову. И проходит атака Маркина. Не очень было понятно, смотрите, капитанской позиции, на чьей стороне мяч. Но жест арбитра никаких вариантов не оставляет. 25-15. Вот таким стал реванш Динамо во втором сете. 1-1 в третьем матче полуфинальной серии между Динамо и Искрой. Равенство в этом матче. Но в серии, напомню вам, москвичи впереди 2-0. И теперь можно сказать, что они еще более приблизились к конечному результату. Потому что право на ошибку-то у Искр становится все меньше и меньше. Итак, состав гостей. Самое, наверное, интересное. Фрэн де Пистель вернулся. Йохан Шопс вернулся. Павел Абрамов вернулся. А вот Роман Данилов осел на скамеечке запасных. Не знаю. Тут, конечно, тренеру виднее. Может быть, Данилов при первых неудачах имеет такие проблемы, что его надо менять. И куда-то в глубокий запас отправлять. Вообще, по ощущениям, слишком импульсивно некоторые замены делает итальянский наставник Искры в этой серии. Не всегда они срабатывают. Вот в первом матче очень неудачно двойная замена у Искр проходила постоянно. И вот сейчас, честно говоря, не увереннее, что Роман Данилов так уж виноват в том, что мы видели, провал был команды вот где-то в середине, наверное, с этого. С другой стороны, вы видите, что динамовцы от плана своего не отступают. Также нагружают подачу из Передонова, что здесь заступил при атаке задней линии Абрамов. По мнению арбитров, Искра спорит. Возможно, он был как раз игроком передней линии сейчас по расстановке. Тогда спорный, конечно, Андрей Зинович признает свою неправоту в данном случае. Ну, действительно, по повтору мы видим, да, было такое ощущение, что Абрамов действительно игрок задней линии. Но это передача так сложилась. Наступать он имел полное право. Но бывает. Тут, в общем-то, главное, никаких ненужных страсти не нагнетать. Абрамов забил, и можно забыть об этом. Так, с настроя Искру это не сбило. Явно там, в связке Андрея Зиновича, никакого умысла, естественно, не было. Главное, что он быстро совсем разобрался. Бывает просто схемы некоторых эпизодов, да, на ошибки наводят, которые могли бы быть, исходя из опыта просто. Ну вот, раз игрок так атакует, так наступает, значит, он не должен был наступать. Бывает. Спиридонов классный обманный удар. Смотрит на арбитр, вы знаете, не записирует Лизинович здесь задержку. Немножко такое ощущение, что продолжительным это было движение у Спиридонова. Но в рамках правил не доставал он немножко до мяча. А может быть, поэтому такое вот движение и получилось. Ну, все здорово. 3-1. С другой стороны, конечно, я возвращаюсь все к замене Данилова на Спиридонова. С другой стороны, очень неплохо Спиридонов в концовке все-таки начал принимать. У него было несколько неуточных приемов, но освоился, успокоился. А вот с таким настроем в атаке он может массу своей команде принести прежде всего в плане того, чтобы эмоционально партнеров растормошить, которые явно загрустили во втором сессии. Абрамов. Хорошо летит этот планер, практически облизывая верхний трос и на огромной скорости при этом. Вы видите, какие трудности у Динамо в приеме. А трудности у Динамо в приеме, значит, никаких трудностей у Искры в атаке не будет, потому что они мяч получают без каких-либо затруднений для того, чтобы раскрутить собственную быструю атаку. Вы видите, не успеет тут просто Щербинину. И Юрию Чередняку приходится брать. Тайм-аут уже при счете. 1-5. Его команда уступает. Вот у нас сегодня матч пока протекает по сценарию, который словно призван доказать, что в волейболе каждая следующая партия никакого отношения к предыдущей вроде бы и не имеет. Бывает так, что взаимосвязь очевидна. Да, вот бывает и наоборот. Уверенный успех успокаивает. Одну команду заводит другую. И тут очень важно на старте именно не упустить все то, что нажито таким непосильным трудом. И перерыв Чередняка здесь весьма своевременным и актуальным выглядит. Хороший сейчас Сергей Гранкин. Его отметим в первую очередь, потому что Маркин это он вывел по сути без блока сейчас. И игрок команды Суперлиги, конечно, в таких случаях должен забивать на чистой сетке, что Маркин и сделал. Читая динамовцы этот пайп, вы знаете, не знаю, то ли, может быть, маскирует Депестель не здорово, но постоянно на двойном блоке пайп играет Одинцовская команда. В общем-то, не для этого делается эта комбинация абсолютно. Работает, работает блок белоголубых и есть шанс у них сократить разрыв до минимума. Маркин, ну сложно, там блокирующие, в общем-то, даже не отходили от него, ждали удобного момента, чтобы закрыть. Маркин не проиграл, и это оказалось главным в этой ситуации, потому что вновь неловко распорядили с мячом гости, да. Кулешов ошибся в передаче, Шопс, собственно, уже и придумать здесь ничего не мог, и Шопс не постраховали при этом. Ну а здесь вот он занимается привычным делом, атакой с удобной передачей, а привычное дело при этом забивать. То есть четыре, этот розыгрыш важен был для команды из Одинцова, они могли упустить то небольшое преимущество, которое вроде бы уже и получили. Вот москвичи, вы знаете, очень, скажем так, надежно выглядят на блоке в этой серии. Десять результативных блокирований, это напомню вам, на три сета в первом матче, 12 во втором. У Искры эти цифры так гуляют, скажем так, всего три блока в первом матче, 13 во втором. Вот и сегодня, я думаю, что разрыв пока, по крайней мере, в пользу москвичей будет большим. Еще одно туда плясуется очечка после того, как сработал тройной блок. Вериш вовремя успел пристроиться, именно ему это, что должно быть записано. И счет сравнялся 6-6. Пока динамовский блок значительно сильнее соперника. А тут еще и есть Маркин. Александр Маркин! Смотрите, как динамовцы выцеливают зону Спиридонова. Здорово. Тут уже, даже не знаю, можно ли винить принимающего, подача была чудо, как хороша. Но то, что направление выдержано четко, да, это мы видим. Очень дисциплинированно в этом отношении москвичей сегодня играет. Посмотрите. Сейчас уже поджал буквально Павел Абрамов Спиридонова ближе к боковой линии, чтобы помочь ему в приеме. В приеме-то помог, а в атаке-то кто помогать будет? Тут уж Абрамову везде не успеть. А Спиридонов так немножко поплыл. И весь тот запал, который наработан был в начале сета, куда-то улетучился. 8-6 впереди динамо. АПЛОДИСМЕНТЫ ГРУПОДЕРСКИЙ СИГНАЛИИ ДИБЕСТЕНОГ 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 Александр Маркин, именно его подачи отправила команду на технический тайм-аут первый. Ему же подавать и после перерыва. Получается, сколько? Три очка уже в этой расстановке динамовцы выиграли. Но вот удалось Моссову атаку первым тэпом завершить. Мне даже стало любопытно, какой же раз в этом матче он атаковал. По сути, невидим мы его особо в игре. Да, в блоке, конечно, участвует. Но, во-первых, проигрывает в этом алименте. В люболисте за Денисова. А в атаке-то Моссова просто редко использует. Кулешова мы постоянно видим. При удобной ситуации ему мяч направляют. Вот, наверное, Виталий Моссов все-таки не такой степенью доверия пользуется у связующих игроков. Да и в составе в стартовом он все-таки не так часто играет. Там наигранность значительно меньше, помимо всего. Абрамов с приемом справляется прекрасно. Шопс от двойного блока ему не уйти. Спиридонов на одном блоке. Нет, трудно этот мяч поднять. Хотя все вроде бы до этого Дмитрий Щербинин постарался сделать. И мог быть тот редкий случай, когда центральный блокирующий после выполнения подачи еще и в защите преуспел. Редко это бывает. Особенно в нашем волейболе, когда центральный здорово играет в защите именно на задней линии. Там, сами понимаете, всего в одной расстановке при своей подаче приходится этим заниматься. Поэтому навыки не самые большие. При том, что центральный блокирующий, как правило, очень высокие ребята. Стоим так пластаться на задней линии, как доигровщикам или связующим лучшим игрою про Либера достаточно сложно. Гранкин. Так, сегодня он вовремя включил силовую подачу. Сейчас тоже пробовал ее выполнить, но ошибся. Вообще сейчас в этом матче сразу несколько есть игроков. Что тоже нечасто бывает, поверьте. Которые по одному подбросу могут подавать и силовую, и планирующую подачу. И вот можно так на скидку троих назвать, помимо Гранкина, это Павел Абрамов и Фрэнк Де Кестерик. Связующие искры. Не всегда понятно, да, что они будут подавать. Таких, кстати, игроков и мировом-то в волейболе не очень много. Иногда по разбегу и подбросу сразу можно определить силовую будет подавать игрок или планер. Как раз игроков и такой, и такой подачи, владеющей на самом высоком уровне, хватает. Но вот элемент неожиданности внести могут, пожалуй, что действительно единицы. Хороший эпизод. В защите команда работают. Абрамов по рукам очень грамотно. Динамовцы-то тащат этот мяч. И знаете, могут они приличную долю аплодисментов болельщиков забрать себе в этом розыгрыше. Хотя этот мяч проиграли классно. Вот, в том числе, на рефлексах эпизод, посмотрите. Это другой момент. Очень уж длинный был розыгрыш. Там вот этот момент. Да, веришь. И до конца. А то даже подняться у них не было время. Так быстро его партнеры руки подставляли под этот летящий мяч. Спасти не удалось. Зато на собственном съеме вообще никаких проблем. Доводка, выход Дэвида Ли. Закрыть американцы не удается. Абрамов много сегодня из второй зоны атакует. Активно его оттуда подключает. В принципе, неплохо он это очень делает. Но в данном случае до пола добить не удалось. А Маркин, посмотрите, как он полезен становится в атаке. Динамовцам. Даже вот в этой партии, которая складывается труднее, чем второй сет, где вроде бы все совсем должно было хорошо быть. По-моему, выглядит еще более эффективно. Тайм-аут. Тайм-аут там попросил Роберто Сантили. Не слышал этого Дэвид Ли. Выполнил подачу. Но, естественно, она засчитана не будет. У Сантили первый перерыв. Три очка его команда проигрывает. Перерыв у чередника оказался крайне своевременным. Мы помним, было 1-5. Вот после этого динамовцы быстро-быстро как-то искру настигли. И техническому тайм-ауту ввели уже 8-6. То есть, получается, следующий отрезок после тайм-аута чередника выиграли со счетом 7-1. Ну, не знаю, вряд ли у Сантили подобное получится. Ему-то сейчас так много, наверное, и не надо хотя бы сравнять счет для начала. И давно не было брейков у Искара. Вот как раз после той серии такой, что ли, в начале сета. Шопс, вот с хорошей высоты атакует. Вот на эту атаку смотришь и думаешь, откуда же у него могли быть такие проблемы по второй партии. Если на своей высоте игрок играет, что ему двойной блок. Да, вот по этому моменту, по крайней мере, так кажется. Но не все так просто. Ну, совсем непростые блокирующие столичного динамовцы. Ошибается Абрамов. Вот как раз один из тот случаев, сколько мы видели планеров, да, вот с такого подброса. Сейчас решил включить силовую. Но не очень здорово это получилось. 14-11. Круглов. Выходит на сей раз не на подачу, а к сетке. Но на подачу он наверняка окажется, потому что я подозреваю, что это начало двойной замены. Так это или нет, мы сейчас узнаем. Да, действительно, появляется Валентин Безруков. Заменила Николая Павлов. Так что двойная замена у динамовцев. Ну, посмотрим, что она принесет. Часто двойная замена бывает палкой о двух концах. Хотя, вроде бы, должна усиление блока нести по определению. Это уж как минимум. Но этим еще надо воспользоваться. Пока мы видим Круглов в атаке. Безупречен, кстати, тоже вот бывает частенько, что вот эти игроки, выходящие в связке, друг друга и задействуют. Но, естественно, больше это связующего касается. То есть хорошо наигран он именно с Кругловым. Ну, и силу того хоть отбавляет. Так что почему бы и нет. Я не конкретно про эту пару говорю. Часто вот очень бывает, что в этих расстановках загружается нападающий, именно появившийся вместе со связующим. Хотя никакой вот тут вроде законов таких, писанных и неписанных, не существует на этот счет. Абрамов хорош. Кож вновь он попал в расширенный список сборной России. Вообще целая группа ветеранов. После какого-то отсутствия появилось в таком расширенном списке. Там и Константин Ушаков, и Алексей Казаков. Те люди, которые ходят в десятку, наверное, сыгравших наибольшее количество матчей за национальную команду. Я что-то просто не помню, там и какой позиции Ушаков. Казаков лидировал до этого сезона. Сейчас, по-моему, снова Сергей Тетюхин. Рекордсмен наш по количеству проведенных игр. Ну и двойная замена у Искры. По той же самой схеме. Пока нет связующего на подачу Шопс, но связующий появится, когда Шопс отпадает. 15-14. Динава пока впереди. Спиридонов разобрался в очень сложной ситуации, потому что, ну, по сути, он страховал в этом эпизоде блок. Оттягиваться просто не успевал. Здесь Вербов, ну, все видит. Сделал такую, ну, узкую, что ли, передачу. Причем сознает на узкую. Понимал, что в четвертую зону как раз не успеет добежать Спиридонов. Да, тут гарантирован был двойной блок. Но в данном случае нападающий должен был решать, что-то придумывать. Он и придумал. Что там, задержку, пожалуй, сейчас... Нет, наверное, коснулся просто мяч банально площадки. А вот это как раз тот момент, который не входит в сферу просмотров. Динамовцы намекают, что давайте посмотрим. Но я перечислял те моменты. Давайте посмотрим мы, прежде всего. Ну, тут, во-первых, можно и задержку было, да, спокойно фиксировать Сербини. Но я, честно говоря, не увидел жест Андрея Зиновича, какую именно он ошибку у динамовцев зафиксировал. Вот по этому плану такое ощущение, что безруков-то как раз руку поставил. И мяч в площадке коснуться не успел. Так что, подозреваю, Андрей Зинович зафиксировал за детскую при втором касании Сербинина. 16-15, Искр впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 16-15, Искра смогла выйти вперед. Вот получается, что двойная замена у динамовцев не срабатывает. Ну, тут даже какие-то эпизоды из-за зряда несчастных случаев, да, случались. Мы видели вот это подача, где мяч, повисев на сетке, рухнул камнем. Ну, и подача Йохана Шопса. Тоже своеобразный несчастный случай. До столичного динамов. Кто же знал, что именно в этот момент его прорвет. И приходится Юрию Чернякову, образно говоря, ориентироваться. В данном случае стало бы делать двойную замену. Плюс два было, когда вышли. Хотел сказать, во множественном числе, вот Павлову не позволили сейчас вернуться. Вот эту замену то ли не подготовил чередник, то ли... Не думал ее пока делать. Вот после этого розыгрыша сделает, наверное. А после этого розыгрыша уже плюс три у команды из Одинцова. Вот, кстати, стоимость одного эпизода. Помним мы, как подстраховал здорово Спиридонов блок в сложной ситуации и успел атаку провести с неординарной передачей Вербова. И после этого тут же серия подач стреляет и продолжает стрелять Шопс. И ситуация разительным образом меняется. Павлов возвращается. Можно в какой-то степени сказать и наводит порядок, да. С 18-16, по крайней мере, съем ему удался. А вот теперь посмотрим, как сработает двойная замена у Одинцовской команды. Потому что вышел Константин Лесик. Шопс отподавал и с чистой совестью может передохнуть. Одновременно замена у Динамо. Калинин меняет Маркина на задней линии. Видимо, сейчас усиление приема и защита от него ждет Черених. Может быть, он его оставит у сетки. Посмотрим. Тут, как говорится, в теннисскую душу не заглянешь. Нам только смотреть и созерцать остается. Проходит все сейчас и у Виталия Мосова. Вроде бы удар не получился. Зато из этого неполучившегося удара выросла элегантная скидка. Получилось так. Еле-еле до мяча дотянулся. И образовалась такая сумасшедшая просто траектория. Передонов очень опасен в такие моменты, когда у команды все хорошо идет. Смотрите, какой мяч в защите тащит. Это вот из этой серии как раз. Калинин пригодился, едва появившись на площадке. Ну, а Павлов второго шанса сыграть в защите. Команде из Одинцова не дал. И там Спиридонов буквально рычит. Куда-то воздев голову в небеса. Кому-то там обращается. Вот тут был рикошет. Лесик заваливался в сторону. Он-то реагировал по траектории удара. Там мяч зацепился за блок. И эту траекторию изменил. Не везет сейчас Гранкину. Именно так это назовем. Потому что похожий мяч, мы помним, у Йохана Шопса принес очко. Команде из Одинцова. 20-17. Виталий Моссов на подаче. Вот, кстати, сегодня не практикует абсолютно. Роберто Сантили усиление подачи выходящими на замену игроками. И они к тому, что Моссов там как-то плохо подает. Нет, ни в коем случае. Просто он подумал именно в этот момент. В момент, когда ошибается Николай Павлов. В четвертой зоне на тройном блоке пытаясь найти шанс для выигрыша очка. Посылает мяч в аут. Я к тому, что и тоже Данилов вполне может в этой ипостаси появляться. И Сергей Бурцев пробовался. В отдельных матчах у него получались выходы на подачу. Но там со стабильностью посложнее пока. Посмотрим, может быть еще подобные замены мы увидим. И в этой партии ничего не завершилось. 21-18. Петр Вереш. Да, динамовцы многовато. Вот в концовке ошибаются. Может быть, чуть-чуть и не везет. Да, вспомним подачу Гранкина. Но эту подачу Вереша явно в этот разряд не занесешь. Нижний трос засадил без каких-либо вариантов. Денекин будет аккуратнее с подачей обращаться. И делает это здорово. Но и Павлов. Павлов. Как на пружине сейчас подпрыгнул. Потому что он вышел чуть раньше под этот мяч. И динамика такая вроде разбега исчезла. Зато с места оттолкнулся. Ну просто очень здорово. Давайте посмотрим. Видите, какая пауза небольшая была. И вроде блокирующие были на месте. А забил поверх. Очень все быстро сделал. Там касание. Да, да, да. Конечно. Касание было у Дмитрия Щербинина в тот момент, когда Лесик передачу выполнял. И Лесик на своей стороне мяч контролировал. Тут виноват блокирующий. Опять же, этот момент из тех, которые не рассматриваются. Для просмотров тут чисто все должен принимать судья и брать на себя ответственность. Замена обратная. Появляется у Искры Шопс и Де Пистель. Ну а мы смотрим конец эпизода. Там уже, в общем-то, свисток к этому моменту прозвучал. Абрамов. Хороша его подача. Еще шанс у Одинцовской команды. Хорошо вот читает динамовцы эти пайпы. Ну не знаю, может быть Де Пистель. Нездорово свои действия маскирует. Постоянно на двойном блоке. Атакует задней линией. Никто не говорит, что там не должно быть блока. Но в каких-то случаях должен нападающий все-таки преимущество получать. Этого мы не видим сегодня. Ну и очередная ошибка динамовцев, которые так старательно яму себе роют в этой концовке. Этот сет спасать будет невероятно трудно, несмотря на все те волевые качества, которые сейчас в избытке у динамовцев наработаны за последнее время. Подавать все-таки надо. И Спиридонов ставит точку в этой партии. Что, наверное, справедливо. Искр заслужил этот сет. Она была аккуратнее. Она была, ну и позарнее в конце концов. 2-1. И ждем, что будет четвертой партии. 2-1. Искры впереди. Но так вот по логике сегодняшнего матча четвертый сет должен проходить с превосходством столичного Динамо. Вроде бы, да, вот как-то совсем не связана каждая партия с последующей у нас сегодня. Все время какие-то аргументы находятся у команды, которая предыдущий сет проиграла. Но вот посмотрим, чем ответит динамовцы. По крайней мере, Александра Маркина возвращает на площадку Юрий Чередник. Я имею в виду стартовый состав. Других изменений нет. Искра нащупала вариант, который сегодня вполне может оказаться боеспособным и победным. Но, собственно, вариант близкий к оптимальному в этом сезоне. Разве что вот Александр Богомолов на позиции центрального блокирующего практически всегда в стартовом составе играл. Вот теперь Виталий Мосов в этой игре на этой позиции находится. Депестель. Вот примерно так надо играть. Пайп. Это, опять же, для рассмотрения Депестеля этот эпизод. Тут и скорость хороша. И мяч направляется в точку, как раз максимально равноудаленную только от двух блокирующих, которые могли бы, вот вроде бы, веришься сейчас и останавливать теоретически, да? Четко блок растащил сейчас. Сейчас Гранкин Депестель своим пайпом наоборот, он собирает в одном месте. Получается так. Конечно, невольно. Не утерпел, не утерпел Маркин. Мяч-то был еще на стороне Искры. Сейчас давайте посмотрим. Да, повтор четко. Это нам показывает мяч на стороне команды Ис. Одинцова там сумел бы выполнить передачу Депестель. Большой вопрос. Вероятность ошибки была огромная. Ну и там не только трудно было оставить на своей стороне, еще и заступ там назаревал. Потому что Депестель больно уже летел в сторону сетки. Ну вот, не дотерпел молодой волейболист Динамо. И этот эпизод его команда проиграл. О чем, собственно, можно уже и забыть. Продолжать. 2-1. Ну и обратим внимание на то, что вот ни одного спорного момента по попаданию или не попаданию мяча в площадку сегодня, по-моему, вот появление вот этих камер и этой системы, которые используются сегодня впервые в телетрансляции, приведет к вам своеобразному рекорде. Я, честно говоря, с трудом вспоминаю вот матчи, где вообще ни одного вопроса относительно был аут или не был. И это когда можно проверить. Шопс на блоке. Прихватывает Маркина. И вот теперь уже, наверное, определенные мысли возникают в голове Юрия Чередника. Да, если Маркин не будет забивать, в приеме-то Калинин понадежнее. Так что, возможно, замену мы увидим. Играткин дает исправиться своему молодому партнеру. Тот не смог обыграть вновь Шопса один в один. И, может быть, и не стоило сейчас вот динамовскому связующему именно таким путем идти, потому что Искра получает преимущество. Мы получаем новый сценарий развития. Ну, а Искра видит путь уже к победе в матче. До него еще очень далеко, но вот уверенность такая в начале сета, это о многом говорит. Павлов тут, конечно же, должен получить передачу, и он ее получает. 4-3. Павлов с очень приличным процентом сегодня атакует. Ну, просто, собственно, и как во всей этой серии. Во многом, кстати, именно выход этого игрока на пик формы, наверное, и помог динамовцам Евро-трофеи завоевать. Павлов был ключевым, наверное, игроком бело-голубым. Как часто и бывает с диагональными, когда они в полном порядке. Передонов. Ну, высокий мяч и динамовцы достаточно четко контролируют. Успевают и на первый темп исполнения Моссова. Ну, а здесь Моссову просто везет. Не знаю, передача ли это был, или удачный отскок этого партнера, но он умело им воспользовался. Так или иначе, отправил мяч на сторону динамовцев на опережение. Да, ну, можно и передачей это назвать. Хотя в защите, конечно же, играл Шопс. И не на удар партнера выводил, а просто старался мяч в игре оставить. 5-3. А вот на подаче Шопс сейчас Опасин. Он не попадает в площадку. Опасин. Помним мы, как он в прошлой партии это делал. Шербинин. Приходит так Абрамов. Поуже становится Спиридонову. Оставляет Вербову практически полплощадки. Ну, вот в левой так условно от себя квадрат задней линии вообще не подает. Шербинин сегодня. Не было там касания блока. В сетку попал мяч. Он подает вот по линии строго. И там Абрамов так поджимая немножко Спиридонова, помогает ему. В данном случае Ау. Пытался все-таки найти Спиридонова вот в этом узком пространстве сейчас Шербинин, но не попал. 6-5. Но Абрамов не просто так. Он действительно серьезную помощь в приеме оказывает. Повторюсь, в этом элементе Павел очень хороший. Национальный сборный может пригодиться самым серьезным образом. Даже если будет выходить только на заднюю линию. А он, мы видим, и в атаке сейчас в полном порядке. Хороший массивный. Проводит капитан Одинцовской команды. Плюс его подача. На нее тоже нельзя не обращать внимания. Шопс блестяще играет на задней линии Брагин. Будет ли атака? Вот это вот такие издержки современных правил. Что за пределами антенны можно висеть на сетке, как обезьяны. Как сейчас это делал Вериш. По факту нарушения нет. По сути, это говорят давно и в последнее время о духе игры. Что-то здесь неправильно придумано в волейбольных правилах. Вот как хотите. Нам сейчас показывали другой эпизод. Ну а Вериш просто реально повис, как на баскетбольном кольце, там на сетке, за пределами игровой ее части. Ну, умело воспользовался лазейками в правилах, так скажем. Тут Динамо, к претензии никаких. Скорее даже восхищение, как он там выкрутился в сложной ситуации. Ну а его партнеры вдохновились вот этой смекалкой такой солдатской. 8-6. Динамо впереди. Технический перерыв первой четвертой партии. Динамо впереди. Следующая аппетитная московская Динамо. 8-6. Динамо впереди. И так уж получалось в этом матче, что при всех сценарных изменениях и любопытных таких сюжетных поворотах мы не видели ни одной концовки упорной. Вот хотелось бы посмотреть такое обращение командам. По крайней мере, эта партия складывается так, что инициатива переходит из рук в руки. Пока посмотрим, к чему это приведет. Появился пока что Александр Богомолов для начала Одинцовской команды на блоке. Заменил он Виталия Моссова. Несколько удачных было действий Моссова у сетки. А вот на блоке-то он все-таки не так заметен, как того хотелось бы Роберту Сантили. И, ну, сейчас касание сетки было нерезультативное, скажем так. Нижний трос задел Абрамов. Но здесь-то дело в том, что мяч в площадку Одинцовской команды попал. В общем, сетка здесь совершенно ни при чем. Вновь чуть-чуть вот не везет такое ощущение Сергею Гранкину. Мяч, ну, не хочет на ту сторону переваливаться, попадая в трос. В данном случае это не дает шансов Динамо сам оторваться немножко в счете. И впервые на подаче в сегодняшнем матче Александр Богомолов. Касание, причем касание-то было у Богомолова на задней линии. А касание блока при этом не было. Вот могу за это поручиться. Ошибся, стало быть, центральной Одинцовской командой. Не надо было этот мяч трогать. Ну, вот это вот, скажем так, не самый развитый навык у центральных блокирующих, о чем я говорил. Шопс, знаете, так завез, он немало может сейчас делом хороших наворотить для своей команды. Все-таки как раз из тех игроков, которые умеют холодную голову сохранять даже тогда, когда нерв игры самый серьезный. И когда сам игрок вроде на взводе, тем не менее в нужный момент Шопс играет с холодной головой. Как с холодной головой играет и Сергей Гранкин в этом эпизоде. Блестящий опять же пайп. И опять обратите внимание, динамовцы эту комбинацию играют на одном блоке. Ну, здесь вообще красота неописуемая. За голову пайп. Да еще по такой короткой траектории. Идеальная просто передача. В исполнении Сергея Гранкина. И тут же потеря подачи. Динамовцы упорно не хотят отрываться в счете. Шанс у них для этого сейчас есть. И игра позволяет, собственно. И вот, что, наверное, особенно обидно для Юрия Чередника сейчас должно быть. Динамовцы играют вот в этот отрезок получше. А разрыв все тот же. И первая ошибка. Видите, какую сразу проблему для динамовцев создаёт. Неудачный приём. И тут же всего лишь одно очко преимущества остаётся у хозяев. А им-то эту партию проигрывать нельзя. Павел Абрамов. Хороша и это его подача. Вторая подача подряд Абрама очень хорошая. Но надо ещё доработать на блоке. Это блестяще делает Алексей Кулешов. Он и первого темпа там стреложил. Дмитрий Щербинин атаковал. Он успел и в край закрыл чётко совершенно атаку Александра Маркина. Ещё рассмотрим. Блок был впечатляющий, конечно. Ну, по высоте обыграть Кулешова. Это наивный путь. Вот так можно. На скорости, на опережение. Да ещё и переводик небольшой сыграть от себя. Так немного кистью доработал Щербинин. Тут уже шансов на блоке у соперника немного. Шопс. Сложно ему там было искать лазейку в этом блоке. Что Павлов. Павлов тоже не находит ничего лучшего, как атаковать в ход. Прямолинейно сыграл, скажем так. Опять же, Кулешов-то никуда не уходил. Вот только-только сейчас он отправляется на подачу. Отправляется, наверное, вполне довольный собой. А вот сейчас, может быть, и первый просмотр. Нет. Остановление Спиридонова. Не он имеет право этот просмотр просить. Спиридонова показала, что мяч антенну задел. Нет. Он по тросу ударил. Депестель так его обратно отогнал. Типа не твоё это дело. Я видел, мяч всё по правилам. Было, и мы видим на повторе, что действительно было именно так. Мяч задел трос, антенну он не касался. Всё-таки берегут свой единственный шанс на просмотр волейболиста. Даже несмотря на то, что ни разу не использовали его за три партии ни те, ни другие. Уже не говоря о том, что истратили неправильно. 13-13. И внутрь никаких споров. Мяч был в ауте. Да, удивительно с этой точки зрения. Матч у нас получается. Может быть, давно уже пора расставить было во всех залах муляжи. И биболисты бы вели себя спокойней. И решение придебались бы легче. Это, конечно, шутка. Но вот всё-таки возможность какая-то, которая даёт более уверенность. Она позволяет и спокойнее себя вести. Так, появился Денейкин. Вот в этом варианте, когда нет связующего. Искра очень много очков в прошлой партии заработал. За счёт хорошей подачи Шопса, естественно, в первую очередь. Сейчас опять кому-то пасовать придётся. Вербов выходит снизу, пасует. Но ничего там хитрого не могло получиться. Всё читаемо, всё объяснимо. Тут отсутствие связующей. Это вот обратная сторона вот этой расстановки. Вроде хорошая подача. Высокий блок. А если контратака появляется, подбросить-то некому. Подбросить, по крайней мере, так, чтобы тэп по атаке был. Так, Шерпинин отказался от силовой подачи. Отказался от выцеливания Спиридонова. Решил удивить Павла Абрамова планером. Абрамов не удивился ни капли. И 15-14. Искры впереди уже. Причём, вы видели, всё с первым темпом случилось. Спиридонов. Хорошо. Подача ещё немножко подкрутил. А что делал Вериш? Понимаю, что нету сейчас нападающего на ту сторону перебрасывал. Но, по крайней мере, получилось у него ни два, ни три. Вообще ничего внятного. Внятного и технический перерыв теперь уже плюс два у Искры. Внятного и технического перерыва. Внятного и технического перерыва. 16-14. Искры впереди после второго технического таймаута четвёртого сета. Вновь им удалось на какой-то момент захватить инициативу. Но вот сейчас двойная замена. Если она ещё пользу принесёт, Лесик появился на площадке. Спиридонов подаёт неудачно. Вот динамовцам мешали, собственно, ошибки на подаче укрепить своё лидерство. Искр тоже идёт тем же путём пока. Ну, одна ошибка Спиридонова пока ещё в систему не превращается. Но всё-таки обратим на это внимание. Абрамов. Хорош, Павел. Вы знаете, и в приёме, и в атаке уверенно. Да, сейчас мяч его подняли. Ну, очень уверенно он действует. И второй попытки он хозяевам уже не даст сыграть в защите. На одном-то блоке вложился, так ложился. Ну что ж, форма Абрамова не может не радовать. Ещё раз на это обращу внимание. Павел, залечив свои травмы, готов, наверное, помочь и национальной команде. Всё-таки на позиции доигровщиков у нас даже в триумфальный прошлый сезон выбор был достаточно ограниченный. Не случайно были вот эти появления неожиданных игроков в последний момент. Там Севажелес вместо Спиридонова. Ещё какие-то. Искал варианты Владимира Олеговна. Такой полноценной обоймы у нас, может быть, не было. Да, был хороших тей. Всегда надёжный Тетюхин, Бирюков прекрасный сезон провёл. Но травмы, травмы постоянно держали в напряжении нас тренерский штаб. Мы это помним. Ну, такое небольшое отвлечение. Я думаю, можно его себе позволить, вот глядя на то, как Павел Абрамов смотрится. Кстати, и сейчас прекрасно прочувствовал, куда летит мяч. Совсем небольшой аут уверен, но это аут. 18-16. Динамовцы очень много грешат на подачу. Очень много. Обратная двойная заметка у Абельцовской команды. Искра впереди. Разрыв сохранила. И сейчас, вернув основные силы на площадку, постарается всё-таки добыть хотя бы одну победу в этой серии. Ну, а там можно и о чём-то более смелом задуматься, естественно. Классный первый этап у Дэвида Ли. Словно вот слышал он меня и так назидательно так показал, что не надо ни о чём таком даже задумываться. Шансов мы не дадим. Ну, посмотрим. Классная атака, ничего не скажешь. Павел Круглов. Динамовский Джокер на подаче. Не знаю, будет ли это двойная замена. Нет, вместо Дэвида Ли стало быть только о выходе на подачу речь идёт. И Круглов постарается свой вот этот небольшой манёвр отработать. Верну справляется с приёмом. Закрыли Кулешова. Но это ещё эпизод не завершило. А его завершила неудачная атака Щербинина в аут. И вновь без просмотра динамовцы соглашаются с мнением арбитров. Вот, может быть, в другой ситуации Щербинин бы и поспорил. Да, смотрите, аут-то совсем небольшой. А все видели. Вот он бассейнный эффект. Техники, которая есть во вспоряжении. У арбитров в этом матче. Абрамов хорошая подача силовая. Ну и классный приём. И на сей расщербинин цепляет блок Кулешова. Очень похожая атака он сейчас производил. Но за счёт того, что мяч блок коснулся, очко достаётся динамовцам. Павлову ошибаться на подаче, ну, категорически нельзя. В идеале для его команды стараться выиграть очко, естественно. Ну, вот поэтому он, наверное, и не нажимал так на подачу. Понимая, что, ну, ошибок и без него уже сегодня сделано немало. Спередуанов чётко разбирается. Чем-то недоволен Грантин. И тоже вот у него сомнения относительно того, куда попал мяч, а к арбитру он не обращается. Хотя именно у него это право есть он капитан. Что, вот так вот у нас может получиться, что и ни одного спорного эпизода за матч? Ну, тогда это фантастически просто будет эффект этого нововведения. Александр Богомолов уже оправдывает свой выход на площадку в этой партии, поскольку в концовке вот такой блок дорогого стоит. Сейчас, говорят, даже не успел я заметить, кого он закрыл. Ну, Маркина, я так подозреваю. И тайм-аут берёт Юрий Чередник. Это первый тренерский перерыв в этой партии. Ну, вот всё так достаточно упорно складывалось, что наставники без тайм-аутов смогли обойтись. Так что в концовке есть чем пооперировать у них. Давайте на приём, мы сейчас тоже на приём. Давайте поддержим. Нужна пачка, один блок, одна защита и забить нужно на игру. Парни, вот вся игра у нас здесь будет. Давайте верим. Давай, 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 давай. Мы все прекрасную практику сложных концовок получили в последнее время вместе с пятыми сетами, вместе с экстра сетами. И я не знаю, есть ли такой разрыв, который позволит себя искренне чувствовать себя уверенно. То есть способны ли они достичь такого разрыва? Плюс три это пока ещё не то, наверное. Хотя это, конечно, преимущество хорошее. Вот есть шанс этот разрыв увеличить. Здорово в защите отборолись. А вот мяч перебрасывать желающих нашлось немного. В последний момент взял на себя Шубц эту миссию, который едва ли не дальше всех от мяча-то и был. Прибежала с шестерой зоны. В итоге Искра важное очко выиграть не смогла. Не факт быть, что там была атака какая-то, но вот эта растерянность, она не позволила, может быть, перегруппироваться на блоке вовремя. Без руков появился вместо Гранкина. Причём это прямая замена связующего. На передней линии, но без руков повыше игрок, я так понимаю, на блоке у него должно быть получше. Возможно, в этом усилении, видите, у Ричередник. Блок сейчас очень нужен был Динамовцам. Блок сработал и Павлов. Павлов транзирит. Шанс, именно шанс для Динамо был сейчас вплотную подобраться к счёте. А так минус три. При любых болевых качествах это не очень оптимистично в концовке. Калинин меняет Маркина. Динамовцы! Динамовцы! Так что в приёме лишняя помощь не помешает. Веришь? От блока чуть-чуть не достаёт этот мяч Павел Абрамов. Буквально каких-то трёх-четырёх сантиметров ему прыжка не хватило, чтобы этот мяч обработать. Но 22-20. Сейчас важнее в приёме не ошибиться для лидирующей команды. Это естественно. Мелкую такую неудачу в защите пережить можно. Щербинин. Ну вот сейчас по линии будет, наверное, снова подавать, искать. Постарался просто подачу не потерять. Скорее так это выглядело. Там Абрамов справился. Но у динамовцев шанс. И динамовцы этот шанс используют. Ну что, состоится просмотр? Нет. Сантиль видел, что мяч в площадке. А его активность, которую я принял за призыв к обращению к капитану, это была всего лишь попытка взять тайм-аут. Попытку эту, естественно, он реализовал без труда, потому что два перерыва у него ещё было. А вот преимущество в очках до одного сократилось. Тут надо было решение какое-то принимать и вмешиваться в игру. Но если Искра выпустит вот это преимущество, всё достаточно близко до этого, да, то в пятом сете, конечно, очень сложно будет. Во-первых, похожая ситуация динамовцы. Пятую партию Водецова выиграли. 15-12. Причём проигрывали по ходу этого сета, наверное, так. Личная иллюстрация. То, как динамовцы сейчас бьются за эти концовки, вела Искра до счёта уж 10 по меньшей мере. В пятом сете вот того матча, второго матча этой серии. Один блок, в один блок попадает Йохан Шопс. Для диагонального это, конечно же, неудача, но для Петра Вереша и для больших болельщиков динамов большая радость. Искра настолько была уверена, что это выигрышный эпизод, что такое ощущение, что и не нацелены были на подстраховку. Да, такой отскок неприятный и поднять мяч сложно. Но вот мы видели, на прямых ногах были волейболисты. Абрамов попадает, а вот это на момент просмотра будет. Вот этот жест Зиновича, вот две вытянутые руки, это разрешение на просмотр, которое мы наконец-то сейчас увидим. Гранкин зря туда пошёл. Он не имеет на это права. Главный арбитр, второй арбитр и инспектор матча просматривает. И там такое ощущение, что мяч за линию зацепился. Вот с моей точки я вижу издали этот экранчик. Да, мяч в площадке. Мяч зацепился за линию. И вот тут важный момент. Счёт так не позволяет поразглагольствовать. Если бы мнения второго судья и инспектора разделились, пришлось бы первому судью спуститься с вышки и принять окончательное решение. Посмотреть, вот такое правило действует. Так что Динамосы свой шанс на повтор истратили, и больше он у них не будет в этой партии. А вот будут ли шансы на победу, это другой вопрос. Пока всё ещё у них в руках, потому что Николай Павлов сравнивает счёт в этой концовке 23-23. Вот видите, всё-таки состоялся у нас просмотр спорного момента, и он был необходим. Согласимся с этим, и согласимся с тем, что помогла нам техника разобраться. Там мяч в линию так на четверть где-то зацепил, вот потому что я видел. Арбитром очень сложно на линии даже такие мелочи возглядеть без замедленного повтора. Сейчас Абрамов от блока в аут очень важный очко своей команде. Приносит, собственно, это очко называется матч-бол. Эквивалентно, скажем так, матч-болу. Ну, до победы Искре всё-таки ещё, ну не скажу, что далеко. Добраться будет непросто. Динамо просто так не отдаст. По крайней мере, вот до начала Юрий Чередник свой второй тайм-аут использует в концовке этого матча. Немножко успокоить своих игроков, сбить порыв соперника. Ну и сейчас немаловажно, кто будет подавать от динамской команды по расстановке. Александр Богомолов. Ну, каких-то особых затруднений его подача пока вроде бы у динамосов не вызывала. Как оно будет сейчас? Брагин довёл так, что первого темпа нет. А есть, стало быть, групповой блок на вереше. Шопс ставит точку в этом матче. Тут не успевает уклониться Калинин. Не знаю, там было ли касание блока. Мяч так по ощущениям-то ваут летел. Возможно, касание блока было. А вот то, что будет точно, так это третий матч между этими командами. И он состоится завтра. Здесь же, на улице Лавочкина. И не пропустите нашу трансляцию. В этой серии всё складывается очень-очень интересно. И преимущество своей площадки, как выяснилось, ну почти ничего не стоит. По крайней мере, на данный конкретный момент. Довольно Роберто Сантили. Ну а как оно будет завтра, узнаем. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стиско. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова